Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Есть у меня вот такое вот в хозяйстве живое существо. Живет в клетке во дворе кролик. Вот такой. Девушка зовут принцесса Фиона. Фиона. Ну, вроде бы, такое прелестное существо. Но есть один серьезный недостаток. Это Фиона. Если ее выпустить на ночь во двор, где много травы и раздоль ей, то утром ее, как правило, можно найти только лишь под машиной. Вот стоит мой автомобиль. И найти ее утром можно вот здесь. Она залазит почему-то, неизвестно почему. Вот сюда вот под машину. Вон туда в поддон. Видите, да? Вот туда в поддон. И достать ее? Весьма трудно. Весьма. Однажды мне надо было срочно выезжать. Срочно. А она сидит внутри машины. Я же не могу заводить двигатель. И что я делал? Улегся на пол. Подложил подстилку. И давай ее звать. Давай ей говорить хорошие слова. Уговаривать. Не реагирует Фиона. Тогда я пошел, нашел палочку. Давай ее выковыривать. Она еще дальше забивается. Меня уже псих начинает душить. Я же нервничаю. Мне надо ехать. У меня время. Сидит какое-то безмозглое существо и не дает мне выехать. И мне ее жалко одновременно. И хотелось бы ее вытащить из этого темного, неприглядного места. Где ей вообще не стоит находиться. Ее место вон на свободе. На природе. На свежем воздухе. Среди вкусного корма. А она залезла туда, там где пахнет дизельным топливом, маслом, грязь. И не хочет вылезать. Ну дура, ну безмозглая, дура, набитая. Говорю я сам себе. Кричу на нее, ругаюсь, уговариваю. Палкой в нее тычу. Она еще дальше забивается и все. Потом я думаю, слушай, а я сам-то с мозгами лей. Пошел на кухню, взял кусок капусты, взял морковку. Продемонстрировал ей из рук. Лежа здесь на полу, чертыхаясь. Проявила интерес. Более того, даже подошла, начала щипать. Но стоило мне второй рукой только попытаться схватить за голову, как она испуганно убегала. И вот провозился я с ней достаточно долго. Потом, наконец, я сообразил, что может быть просто мне уйти, положить на пол эту морковку, капусту, и пусть она в тишине и покое воспользуется возможностью. Не опасаясь, что я буду на нее давить и требовать немедленного выхода из подземелья ее. И я ушел. И она вышла. И она вышла. Но стоило мне броситься к ней, как она опять туда шмыгнула. И тогда я понял, нужно просто подальше отодвинуть от нее эти вкусные вещи. И когда она снова вышла, то мне хватило времени спугнуть ее, и она побежала во двор. Таким образом, я ее изгнал. Зачем я рассказываю вам эти байки? Ну, все, что видишь, все, что переживаешь и осмысливаешь, если ты всерьез занимаешься своим делом, как мне кажется, то ты вольно или невольно прикладываешь, применяешь к своему бизнесу. Часто мы приходим к нашим друзьям, знакомым, родственникам, к тем людям, которых мы знаем, и делаем им предложения. И мы им говорим, ты сидишь в какой-то яме, ты сидишь в какой-то подземелье, в каком-то грязном, занюханном месте, ходишь на какую-то поганую работу. У тебя нет денег, дети твои неухожены. Давай, я покажу тебе возможность, способ, как ты вместе со мной заработаешь денег, изменишь свою жизнь, разбогатеешь. Давай, пошли. А он забивается в свой угол, говорит, нет, это не для меня. И я тогда начинаю его уговаривать, убеждать, в конце концов, тыкать палкой в него. А он еще больше прячется и еще больше озлобляется. Так было со мной. Я давил, я рассказывал, я убеждал, а они, безмозные люди, ведут себя, как кролики. Хорошо, если еще такая Фиона. Робкая и пугливая. А до этого у меня был кролик, звали его Топор. Тот был боец. Тот просто кусался. Тот у того зубы, как бритвы. Он просто готов был тебя растерзать. Он такую собаку гонял. Зверь! Ты ему делаешь предложение, а он тебя кусает. Да больно так. Злится, кусается. Наши родственники тоже нас кусают, будь здоров. Ой, 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 говорят они. Иди отсюда, недоумок, тебя обманули. Ты отдал свои деньги и хочешь меня развести? Бестолочь. Вот что они нам говорят. А мы их палкаем. А мы им... Как я понял, лучше всего показывать людям морковку. Лучше всего давать им попробовать. Лучше всего дать им возможность самим разобраться. Нужно показать им реальную выгоду. Вот как этому кролику. Он попробовал, ему понравилась морковка. Я отложил ее в сторону. И показал ему, что если ты захочешь, ты всегда можешь к ней подойти и воспользоваться. А сам ушел. Как я делаю? Я показываю человеку возможность. Я рассказываю ему о его выгоде. Очень коротко, быстро. И откладываю ее. И ухожу. То есть, я даю ему диск. Я даю ему ссылку на какой-то сайт или блог. И говорю, разбирайся, смотри. Люди так делают. И показываю истории других людей. И если люди, такие же, как он, которые еще вчера. Я сам прятался в такую емку. В такую нишу. В такое темное, глухое и скрытое место, чтобы меня никто не нашел и не достал. Чтобы я там в своей ограниченной жизни жил себе, проживал свою жизнь. Но потом кто-то взял и показал мне эту возможность. И я вышел из нее. Почему? Потому что я увидел выгоду. И у меня хватило внутреннего потенциала. И желания начать менять свою жизнь. Итак, подведем итог. Тренинг. Только что провел я вам тренинг. Как разговаривать со своими близкими людьми. Нужно помнить, что не все люди будут идти за вами. Это раз. Если нет, показал, отложил, положил морковку и пошел. Следующего искать. Не дожидайтесь, что человек немедленно примет решение. Не давайте им себя кусать. Покажите возможность положить эту морковку, образно говоря, капусту. Что-то вкусное, реальное, настоящее. И идите дальше. Идите, никого не бойтесь, показывайте следующему. Но если он безмозглый кролик. Если у него не хватает ни мозгов, ни энергии, ни желания. Если он хочет прожить там свою жизнь. Вот там. Если он хочет всю жизнь просидеть вон там. Ну и хрен с ним. Найдите человека, который хочет сесть вот сюда. Вот сюда, вот за руль. Ищите таких людей. Показал морковку, показал капусту, показал вкусную зеленую траву. Показал возможности. И иди дальше. Если человеку надо, он тебя сам найдет. Пригласи его дальше. Итак. Дал информацию. Коротко. Отправил на какой-то свой ресурс. На сайт, на блог. Диск показал. Пригласил на какое-то мероприятие. А сам следующий, 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 следующий. И если человек отреагировал правильно. Если это тот, который вам нужен. Немедленно начинайте помогать его людям. Немедленно. В этот же день. Определите круг его связей. И вперед. Исходя из того, что не все они будут вести себя так же. Кто-то там останется в поддоне. Кто-то кусаться начнет. Но вы найдете тех, которые обязательно найдете тех, которые хотят изменить свою жизнь. Вот как это делается. В простоте и ясности. И тогда. И тогда. Кролик. Выйдет из этой поганой клетки. И когда-нибудь. Скажет вам спасибо. Он скажет спасибо тебе громадное, друг. Что ты меня из моей кроличьей пустой, ограниченной жизни вывел в люди. И вместе с тобой мы теперь процветаем и живем как настоящие, как уважающие себя люди. Спасибо тебе, дорогой друг. Спасибо индустрии нашей, которая называется сетевой бизнес. Мы стали свободными. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.